всем привет здравствуйте напишите пожалуйста слышно ли меня и видно ли меня все хорошо отлично да я рада всех приветствовать я так понимаю что айрак немножко задерживается который должен был меня презентовать но я тогда да вижу спасибо большое слышно видно тогда немножечко расскажу сама о себе раз уж так получилось меня зовут смирнова юлия и как вы видите я стала клиентом года вообще в такой номинации которая наверное первый раз заявлялась со стены итогов года клиентам 2020 года что для меня конечно очень приятно и ко мне поступило предложение рассказать о том ну каким образом я как клиент который не является партнером компании взяв себе продукт юдс смогла его внедрить таким образом чтобы он классно работал в бизнесе и ну скажем приносил плановый доход и выполнял задумку того кто этот продукт создавал и в принципе я рада и с удовольствием поделюсь с вами этими своими наработками смотрите что предлагаю сделать я в принципе со стены уже рассказывала я еще раз повторю что у нас за сеть какие основные показатели очень быстро расскажу за счет чего вот какие основные три момента должны быть в каждой компании для того чтобы этот продукт классно внедрялся и могу и готова поделиться нашим опытом но для того чтобы я делилась опытом именно тем который вам нужен если здесь есть например внедренции либо здесь есть партнеры или здесь есть компании которые хотели бы стартовать с этим продуктом то мне было бы удобнее поработать в формате вы задаете вопрос я на него отвечаю поэтому вы можете формировать свои вопросы прямо в чате я его вижу я буду на них отвечать я думаю что так будет более продуктивно и эффективно хорошо я тогда запускаю свою презентацию она очень коротенькая она будет фрагментами повторяться то которая была сейчас в москве в награждении да потому что ничего нового и не скажу из того что есть именно о себе меня зовут смирнова юлия я нахожусь территориально в калининграде и я профессиональный исполнительный директор я человек который может управлять компаниями может управлять процессами может управлять людьми и я постоянно этому обучаюсь вот каждый месяц каждый год каждый полгода квартал у меня есть план обучения различных инструментов которые могут мне пригодиться для того чтобы классно управлять людьми компаниями и процессами поэтому когда ко мне в компанию пришел юбс как продукт я точно понимала как его внедрить какой надо пройти путь ну и как в общем то сделать так чтобы это было эффективно я могла это отслеживать и как раз таки вот некоторыми инструментами я сейчас и готова поделиться давайте дальше мы из себя представляем сеть магазинов парфюмерии косметики рада на сегодня у нас 19 магазинах мы запускаем работу уже запустили интернет-магазин уже есть первые продажи что радует ну конечно им надо еще заниматься мы знаете не такая картинная сетка что вот у нас так все классно мы такие сердце чудесно это не так мы как и любой другой бизнес мы каждый день сталкиваемся с большим количеством сложностей каких-то ситуаций и там и недостачи где-то в магазинах и сотрудниками все что угодно может произойти поэтому я говорю об успешных действиях но это не значит что так у нас все круто да что не с чем работать что мы вот такие как с картинки это не так мы как любой другой живой бизнес постоянно преодолеваем какие-то препятствия те которые есть вот так мы видим вот такая цветная рада у нас вывеска и вот так выглядит наш магазин очень красивые магазины у дома мы позиционируемся со средним абсолютно чеком наш средний человек примерно 520 рублей 500 520 рублей конверсия у нас в сети скажем так пять с половиной людей из десяти вошедших покупают но это как один из критериев бизнеса всего у меня 65 сотрудников юдс у меня цифровано на сегодня уже больше чем 120 тысяч клиентов это много это та работа которая ведется постоянно ежедневно цифруем 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 людей для того чтобы вступать с ними маркетинговые коммуникации и это тот показатель за которым я наблюдаю просто знаете вот как кормиться чтобы программа работала первое что надо делать это просто хорошо подключать людей и этот процесс это тот который процесс который надо постоянно налаживать им управлять и я поделюсь с вами сейчас статистиками как я вижу программу юдс из своего софта из своей вот системы управления те 7 вот волшебных статистик 8 по юдс которые дают мне понимание как руководителю как одному из собственников как идут дела в этом направлении ассортимент у нас более 15 тысяч наименований это достаточно много но при этом мы легко справляемся в программе с таким ассортиментом то есть получается что программа юдс она вообще на не ограничена по ассортименту для того чтобы работать с ней вот если кратко вот итоги двадцатого года за которые мы были признаны клиентом 2020 года вот тут еще видите 111 тысяч 700 человек но у нас уже более 120 тысяч и действительно мы каждую неделю приращиваем 1000-1200 человек то есть в среднем месяц у нас это около 5000 человек мы держимся хотя есть идея что ты в бизнес допустим берешь этот продукт да и в какой-то момент клиенты заканчиваются для цифровки но это не так клиенты они постоянно есть и которые хотят цифроваться когда на старте вообще когда мы взяли внедряли продукт юдс мы перенесли из прошлых контактов двадцать шесть тысяч номеров то есть была у нас транзакция когда мы переносили продукт все остальные вот получается около ста тысяч уже подключены нами самостоятельно после этого практически шесть человек из десяти которые входят в магазин у них установлена на телефон приложение юбс и я у себя в сети отслеживаю внимательно как подключают продавцы и я покажу эту статистику скачивают люди программы в магазине либо они по номеру телефона начинают копить баллы да но вот из тех кто скачивают это практически 6 из 10 у меня на телефоне с установленной программой а восемь из десяти программа тут написано скачивают но это не так они имеют аккаунта то есть представьте что 10 вошло 6 у 6 есть юдс установлены на телефоне еще 2 копят на номер телефона и только 2 вот злостно отказываются работать с программой но это пока на самом деле для меня это сейчас рекорд потому что это второй показатель за которым я очень внимательно смотрю это сколько людей вовлечены в работу с программой для меня это один из критериев важных ну для эффективности работы программы и вот собственно вот за этим я думаю айрат и пригласил меня рассказать о наших успехах как мы удачно работаем с программой это наличие технологии которые мы применили в сети это что можно повторить для того чтобы можно было продукт внедрять другие бизнеса ну или в принципе с ним работать и я утверждаю всегда что успех внедрения это просто наличие технологии которые можно повторять что такое технология ты делаешь раз делаешь два делаешь три получаешь тот результат который ты делал бы было бы странно если бы делали вот раз по три а результат был бы какой-то другой тогда у вас уже элемент творчества не технологии вот я бизнеса я против творчества вот творчество для меня это антипод технологии творчество это то что нельзя повторить поэтому если мы что-то делаем я не понимаю как это повторить я это даже но я либо довожу это до технологии либо забываю потому что если не могу это повторить оно не имеет ли мне никакой ценности практически как для руководителя компании которые и постоянно строят и я хочу сейчас поделиться вот теми инструментами которые помогли мне достичь в ю десе таких результатов и я сегодня знаете вот посидела посмотрела на весь процесс который мы прошли в этот год и выделила три момента вот для того чтобы ю дес классно встал в бизнес и знаете так вот хорошенечко зацементировался хорошему то очень важна роль руководителя руководителя я написала это значит собственник либо соучредитель я не знаю кто то кто вот один из первых вот это называют пищевой цепочки знаете который вот принимает решение и говорит вот этому быть например на продукту или не будет вот тот кто берет ответственность стратегические главное наша компания это я и я приняла решение как первый шаг в работе с программой что да я ее буду внедрять я говорила со сцены что я смотрела на нее несколько лет и два или три года я не понимала что с ней будет она будет расти эта программа и дес она уйдет она одну что с ней будет когда программа пробыла уже несколько лет на рынке несколько лет я поняла что в принципе можно заниматься и она достаточно стабильная а для любого бизнеса использовать стабильный инструмент это важно вот поэтому я приняла решение что да мы будем внедрять и у меня было полное видите внутреннее согласие с этим решением да я хочу это делать я выбрала внедренца вот для меня всегда важно чтобы инструмент внедрял кто-то кто уберет у меня вот эту штуку 7 раз отмерь один раз отрежь это знаете когда ты сам пытаешься что-то сделать ты раз попробовал попробовал три попробовал там из четвертого раза у тебя получилось но можно пробовать в этом нет ничего плохого но для меня как для человека который занимается реальным бизнесом у меня нет столько времени мне надо взять и сделать понимаете потому что я могу либо заниматься внедрением ютс и оставить все другие процессы которые идут в сети вот в свое внимание максимально туда погрузить либо этим занимается внедренец а я продолжаю хорошо заниматься своим бизнесом я всегда выбираю какого-то эксперты или внедренца это мой путь и он много раз доказывал мне свою эффективную эффективность внедрение стоит денег однозначно но эти деньги они окупаются на не знаю для меня раз в семь ценой вот этих ошибок поэтому я выбрала внедренца мне посоветовали светлану сковородко и я об этом открыто говорю я очень довольна что я отработала с ней четыре месяца по внедрению потому что мне буквально в рот все вложили переживали и сказали как надо делать и я вообще не тратила каких-то дополнительных усилий и было компания вот инка светлана мы четко знаете вот не изначально выдали вот цепочку сначала будет вот это потом это следующие месяцы вот это пройдет там и все закончится там внедрением и повтор последним тайным покупателем который докажет качество внедрения и так мы в общем-то без отклонения и прожили это было очень удобно и для меня очень важно когда я выбираю внедренца полиэкспертов чтобы они хорошо понимали мою компанию я рассказываю своей компании я показываю ее чтобы мы мыслили была такая хорошая синергия в одном направлении и мне повезло что у светлана она в принципе понимала технологию моей работы а я сейчас дальше расскажу о ней да что должно быть в компании чтобы и ds классно допустился в ней и чего там быть точно не должно и вот мне еще раз повторю мне повезло что со светлана такая синергия сложилась и вот мы с ней классно это сделали что я следующее сделала я уладила свою команду на внедрение что такое уладить да это вот вы представляете вот стол такой стоит квадратный например да и ты такой раз пилил у него все уголочки он стал такой гладкий до хорошей за него нельзя там удариться пораниться вот это слово уладить вот я полностью улаживала свою команду знаете как говорят продажники я закрывала ее на внедрение этого продукта я получала согласие отрабатывала возражения я понимала что на старте если я не получу согласие то моя команда мне будет долго доказывать что продукт внедрить невозможно и он возможно не нужен этому бизнесу понимаете это же изменение они все легко их принимают поэтому я я очень рада что я понимаю что даже вот изменения внутри компании его надо продать я как продавец а мои сотрудники как мои клиенты да которые будут работать потому что я такая знаете приняла решение что я хочу но внедрять то будет команда я же буду просто контролировать и вот скорость движения команды зависит от того насколько они улажены и смазаны руководителем для того чтобы ну быстро в этом проекте двигаться поэтому я провела работу по улаживанию я получила согласие что мы готовы двигаться и это большой плюс это именно вот роль руководителя компании добиться чтобы команда была согласна и я безусловно я обладаю технологии управления людьми и я знаю и всегда оттачиваю инструменты управления людьми потому что знаете очень ошибочное мнение когда люди думают что они родились и у них знаете вот есть такая вот опция руководителя они такие раз и пошли готовые что-то делать но это неправда если вы хотите классно управлять людьми вы должны этому учиться это природы не дается генетически не передается никак это такой такой же инструмент как у продажника как у найма как у там не знаю у отдела качества эта технология работы и и надо знать вот для руководителя компанию которая хочет внедрить и здесь например вот это основные моменты которые он должен делать если он вот это сделал и этим обладает ну есть хороший шанс что проект будет идти быстро но кроме того что руководитель такой классный должен быть сама компания должна быть устроена особым образом но я имею ввиду что вот я знаете даже сейчас не говорю там про один небольшой магазинчик например да или один салон красоты где все понятно но когда внедряешь продукт какой-то ну более масштабный бизнес то понятно что там должна быть структура и вот у меня в компании структура есть она называется организующая схема это такая схема который организует вот поток создания продукта в компании на этой схеме есть посты пост это должность это набор функций который должен выполнять определенный человек и когда происходит найм на их компании мы просто вот попасть подбираем человека берем такой пост вот это вы померили там не подходит убрали там теперь вот и итак померили не подходит убрали а вот этот подошел все и он там классно на этом посите Поэтому если вся работа в компании структурная и описанная, это очень помогает в внедрении различных проектов. Сотрудники в компании должны знать зону ответственности в отношении УДС. Я сейчас покажу прямо документы, каким образом у меня они выглядят. Потому что внедряя УДС, вот я его внедрила, например, как сделать, чтобы технология не утратилась? Вот как вы думаете? В моей компании я это просто описываю или снимаю ролики, или я что-то делаю, чтобы зафиксировать, знаете, на века, вот как это должно выполняться. Даже если меня нет в компании, то это все равно должно делаться особым способом. Поэтому в нашей компании это называется оргполитика, организационная политика. Это просто описанные правила работы в компании. И вот вся работа в УДС, она полностью описана моим языком для моих людей в компании. И мне не надо, знаете, как руководителю каждый раз доказывать, что я что-то там выдумываю в очередной раз, когда оно все описано. Это очень удобно. Какой еще должен быть плюс у компании? Есть статистики, которые отражают работу и ее отсутствие. Вот берем УДС, берем там основные 8 статистик, например, которые отражают работу программы. И начинаешь смотреть. Мы статистики заполняем в нашей компании раз в неделю. И я вижу все колебания. Я вам сейчас покажу все эти 8 статистик, которые есть. И вы сами вот можете сделать выводы о том, как строится работа, на какие показатели мы смотрим. Да, внутренний устав, Владимир пишет, как оргполитика, может быть внутренний устав. Устав – это просто свод правил, как нужно делать. У нас это называется оргполитика. Без этого никак. Без этого, знаете, это грубо говоря, если кто-то вам что-то передает не по правилам и пытается рассказать, называется «дать усника». Ну, то есть что-то устно сказать, но это не точно, что правильно. Но может быть и правильно, но не точно. Поэтому это очень так сложно. Статистики покажу. И мало на статистике просто смотреть. Со статистиками надо работать. Если в компании есть еженедельный план, на основе статистик, которые посмотрели, тогда есть гарантия, что статистики будут меняться в высшую сторону. Что еще должно быть у компании, чтобы она классно запустила, допустим, тот же самый UDS? Я сейчас говорю про любой продукт, но поскольку мы про UDS общаемся, то есть заработная оплата, которая зависит от статистики дохода компании. В моих компаниях любой человек, приходя в нее, получает свою заработную оплату от своей статистики, от продукта, который он создает, он что-то сделал, он мне его передал, я ему за это плачу деньги. Вот окладов в моей компании нет. Мои компании полностью работают в белую, и при этом окладов у меня нет. Ни у одной должности, кроме человека, который занимается уборкой. И то я всегда говорю, что меня это немножко беспокоит. Возможно, если бы она зависела от дохода, она бы как-то по-другому убиралась, может быть, я не знаю. Поэтому есть зарплата, которая зависит от конкретных статистик, и это все привязано к доходу компании. Я просто, если здесь есть владельцы бизнеса, например, то у меня в компании нету кассового разрыва между выплатой зарплаты и доходом компании, например. Потому что здесь есть полная взаимосвязь. Сколько сделали, столько и поделили между собой. Как должна быть еще устроена компания? В этой компании должно быть место для гипотез и ошибок. Когда внедряешь новый продукт, надо себе разрешать ошибаться, и чтобы никто тебе не говорил, что ты как-то неправильно поступаешь, и тебе это в упор не ставил. Потому что когда кто-то пробует и не получается, его начинают шпунять за это, то у человека просто пропадает желание что-то пробовать дальше. В нашей компании есть прямо отдел гипотез. Я это так и называю, и я очень рекомендую всегда иметь такой отдел. Например, вот для примера, UDS программа. Сколько процентов правильно списывать с покупок покупателей, например? Мы переживали и сделали 30%. Как будут реагировать покупатели и все такое. И списывали мы 30% с покупки баллами. Я в какой-то момент подумала, слушайте, а что 30? Давайте попробуем сделать 100%. Тогда люди будут копить, например, и знать, что в какой-то момент они заберут что-то бесплатное. И это совсем другая игра получается. И взяла такая раз и сделала 100%. Такая гипотеза у меня была. Вы не представляете, я столкнулась с таким количеством манипуляций и махинаций со стороны клиентов, со стороны сотрудников, что я через 4 месяца свернулась и сделала 50 баллов. Но у меня была гипотеза, я ее попробовала, и я теперь точно знаю, что в UDS в моем бизнесе, у меня в парфюмерии и косметика сеть, но вот точно 100% не моя тема, потому что я просто не могу отследить манипуляции различные. Но это была гипотеза. Вот 30%, 100% вернулись на 50%, и 50% это очень правильное решение. Но это был такой, знаете, эмпирический путь. Вот. Ну и я говорила о том, что правила должны быть описаны. Что еще должно быть? Подгружается у меня листик. А, ну вот. И последнее. Вот смотрите, я проговорила про роль руководителя. Какой он должен быть и что он должен делать, чтобы UDS классно запустить. Какая должна быть компания, какими критериями она должна обладать, чтобы запускать продукт. И последнее. Как вовлечь сотрудника? Вот представьте, я команду организовала свою, как руководитель. Все готово, все вообще вот летает в компании. Правила есть в компании, технологичные, вопросов нет. Следующий этап воронки, на котором можно застрять, он очень простой. Сотрудник такой продавец в магазине говорит, а я и не хочу работать с этой программой, понимаете. Не хочу и все. И вся работа, которая шла вот до этого такая глобальная, она остается просто вообще не в дел. Павел, вижу ваш вопрос. Сейчас закончу с этим слайдом. Прям вам отвечу. Что я сделала, чтобы сотрудники в магазинах, а у меня их 60 продавцов, стали почему-то подключать людей и в принципе работать с программой? Я объясняла. Вот я прям объясняла и общалась о программе, о ее преимуществах. Я сейчас чуть позже покажу документ, который мы сделали для того, чтобы люди могли понимать правила с программой работы. Я их учила, они мне повторяли, я включила показатели, я тоже покажу финансовую мотивацию людей по плану подключения по ЮДС. То есть я взяла вот один продукт ЮДС и пропустила его, знаете, через основные документы компании. Вот включила зарплатные проекты, включила стандарты бизнеса. У меня в сети раз в неделю по вторникам происходит инспекция, когда все сотрудники офиса абсолютно, они разъезжаются по магазинам и проверяют, знаете, прямо в соответствии, что это соответствует, это соответствует, это соответствует. И если есть какие-то обклонения, то мы их устраняем. Но вот в рознице очень важно иметь вот этот такой стандарт, который нельзя вообще нарушать, ты постоянно его соблюдаешь. Это знаете, можно какой пример привести? Вот есть такая кучка песка сухого, ты его собираешь постоянно, вот собираешь в кучку, только ты руки убрал такой, и его ветром разнесло. Вот чтобы его не разносило, я постоянно вот стандартами собираюсь, чтобы магазины полностью подходили под то, как я хочу, чтобы они выглядели. Поэтому для нас проверка раз в неделю – это такой вот организационный момент. Включили полностью ЮДС в стандарты бизнеса, в чек-листы, все, какие только можно проверить. То есть принесли в анкету тайного покупателя. То есть я могу сейчас сказать, что у меня самый отвратительный пункт в сети на сегодня – это то, как мои продавцы, сотрудники рассказывают про рекомендации в ЮДС. Представляете, процент выполнения и 100% – 11%. Один продавец из 10 у меня на сегодня говорит о том, что надо рекомендовать и рассказывать друзьям. То есть на сегодня я озадачена несколькими инструментами в ЮДС, которые мне надо доработать. И вот рекомендации и сарафан – это один из них. И вот работа с продавцами. И, конечно, для того, чтобы я им повлекала их полностью и делала так, чтобы им интересно было работать с программой, мы постоянно играем. У нас есть масса игр, которые мы проводим на ЮДС. То есть там и морские бои мы проводим, и игры с шарами проводим. Знаете, когда, допустим, на стену там вывешиваются 10 шариков по номерам, и кто сегодня первые 5 клиентов подключил, например, к программе, мы это видим, это зафиксировано, он имеет возможность лопнуть шарик. И он говорит, лопайте там 9-й шарик мне, например. Мы ему прямо в прямом эфире бы лопаем, и шарик и выпадает записочка с подарком. Причем подарки вообще несущественные. Это может быть шоколадка, чашка, бутылочка для воды. То есть там нет большого бюджета. Но люди ведь, они когда вырастают, у них только тело растет, они же любят играть как дети всю свою жизнь. Поэтому у меня в сети очень много игр, и вообще во всех компаниях много игр для того, чтобы было интересно, было постоянно такое хорошее соревнование. Ну, потому что кроме денег на работе есть еще много всего, что ты можешь получить. И смотрите, я вот прям важно подписываю, куда направляешь внимание, то и растет. Вот направляешь внимание на UDS, в зарплату, в статистике, там, тайного покупателя, в чеке, в игры. Вы представляете, сколько внимания сотрудников помещается на работе с программой? Насколько они много думают об этом и предпринимают усилий, чтобы это было в стандартах и так, как надо, подключалось. Вот. Вот это, знаете, кратенько вот про компанию, про руководителя и про сотрудника, как оно должно быть. Да, большое спасибо за подтверждение. Мне приятно вас видеть, когда вы пишете комментарии, поэтому пишите. Я тоже буду с удовольствием комментировать. Так, вот меня спрашивает Павел из Санкт-Петербурга, почему у вас в приложении UDS не заполнен прайс-лист? Как вы работаете без прайс-листа? Смотрите, я UDS интернет-магазин не использую сейчас как продукт. Просто не использую. Я его использовала в момент, когда наступила пандемия. И я с ужасом вообще представляла, что я буду делать, когда, не знаю, как в Москве, где, ну, у нас прям вот по Калининграду ходила Росгвардия и закрывала разные бизнес-магазины. Полиция, Росгвардия, кто угодно. У меня сеть простояла один час закрытая. Больше я была не согласна. Мы завезли очень быстро маски, антисептики и легально начали продавать. И, конечно, пока наши конкуренты переживали, были закрыты, ну, мы поставили несколько рекордов в этот период, прям по статистикам. И, ну, я с удовольствием вспоминаю период пандемии. Прямо по-хорошему с удовольствием, потому что был такой хороший драйв в этот момент. И мы внутри компании очень сильно объединились. И это было очень здорово. Вы знаете, даже наши сотрудники говорили, ну, когда вот уже прошла этот острый период пандемии, что компания была таким местом, где, ну, как точкой опоры. Ты выходил на улицу, там все плохо. Приходил домой, там все переживают. А вот в компании мы что-то делали, понимаете? То есть мы постоянно были заняты работой. И это круто. Вот, поэтому, смотрите, UDS-магазин сейчас не используем. Мы запустили отдельный интернет-магазин, и пока с ним вот учимся работать. Поэтому с чем столкнулась, с какой сложностью с интернет-магазином? Он должен быть связан, интегрирован с UDS-кой. Представляете, 15 тысяч номинований. Этот же товар должен летать постоянно. Меняются цены, меняются картинки, меняются товары. Мне не удалось настроить обмен. Вот у меня в бизнесе все обмены с магазинами и различными вот программами происходит раз в полчаса. То есть я обладаю информацией всегда полчаса от реальности. У меня идет пауза, задержка. Вот с интернет-магазином я такого сделать не смогла. И пару раз у нас были оттуда продажи. Прям вот мы сделали пудемию, прям доставка была, и там контактная, и бесконтактная. Мы продавали, но не так много. Пока просто им не занялась, вот не отработала этот инструмент. Но он классный, с ним надо просто работать. Но я не настроила, просто не настроила вот эту интеграцию до конца очень правильно, хотя она есть, с ней можно работать. Так, Павел, если ответила, хорошо. Так, смотрите, я по своей презентации у меня все. Вот я то, что хотела написать, вот рассказать. Я единственное покажу сейчас документы, инструменты, поэтому если есть вопросы, пишите их в чате, я сейчас потихонечку буду на них отвечать. Так, Наталья. Юля, подскажите, пожалуйста, кто разрабатывает такие игры для сотрудников? Смотрите, ну, я разрабатываю игры для сотрудников. У меня есть маркетолог, который разрабатывает игры для сотрудников. Вот мы, я все время учусь, я посещаю семинары по играм сотрудников. Я сама читаю семинары по играм сотрудников, причем игры бывают разные. Игры на час, игры на день, игры на неделю, у меня есть игры на год. Но чем короче игра, тем круче. По UDS там есть отдельный целый набор игр, как можно играть. Поэтому игры вот, ну, сами смотрим, играем. Смотрите, кто-то боится запускать игры. Он такой говорит, я сейчас выпущу, ну, такой, да, а мои сотрудники не откликнутся на игру. И я буду, ну, как дурачок. Я такой, типа, игру запустил, и никто не реагирует. Ну, и пусть не реагирует. У меня такая позиция. Включилось в игру 10 человек, отлично. Игра обычно короткая на день. Завтра, значит, включатся другие люди в игру. Главное, чтобы был выбор игр, во что надо играть. Поэтому тут вообще надо не бояться, а просто запускать их и запускать. Так, Юля, расскажите, пожалуйста, подробнее про мотивацию сотрудников в UDS. В UDS. Я вам сейчас давайте покажу. Хорошо, я прямо сейчас включу демонстрацию экрана, и я прямо вам покажу этот документ. Подробнее про мотивацию сотрудников в UDS. Что такое мотивация? Смотрите, есть стимуляция, это когда иголки под ногти. Стимул, такая палка для погона скота. Есть мотивация. Мотивация от слова мотив, когда человек сам хочет что-то сделать. Вот у него есть желание, побуждение. Я больше за мотивацию. Вот честно скажу, у меня такой бизнес, в котором нету штрафов, нету наказаний никаких. У меня есть поощрение и подтверждение. Что такое подтверждение? Когда вы видите и говорите или делаете что-то в ответ на действия, которые вы заметили. И вот это очень ценно. И даже бывает так, что я продавцу пишу, ты такой крутой сегодня вообще там по какому-то показателю. И он всегда старается сделать еще лучше. Если вы не используете это у себя, то обязательно используйте. Это очень круто. Так, сейчас я прямо сделаю демонстрацию экрана, показ своего экрана. Я вам покажу про мотивацию сотрудников в ЮДС. Почему я в мотивации сказала про мотив? Потому что... Так, вы только сейчас мне напишите, виден ли мой экран. Видно, хорошо. Это моя папочка. Смотрите, если говорить про игры, то я уже сказала. Очень мотивируют игры всевозможные, работе с программой. Если говорить... А, не видно. Вот так, а у меня видно. А, уже видно. Нет, не видно, видно. Видно. Теперь видно, все отлично. Вот я открыла папочку, все, что я хочу показать по ЮДСу. Вот финансовая мотивация моя живая для продавца-консультанта. Вот по ней сети. Сейчас я ее вот так сложу. Подвину. Я вот так видела. Так, хорошо. Вот видите, виды, размеры, система всяких топов. Смотрите, вот у меня у продавца-консультанта... Видите, у него написано. Какие цели должности? Одна из целей должности – это подключать покупатель сети к программе лояльности ЮДС. То есть вот четко, если это есть, то оно есть. Есть формула расчета, где есть база за ЮДС. Видите, подключение к программе лояльности. То есть оно в формулу абсолютно все включено. И есть, как эта база рассчитывается. Вот она. Расчет базы за ЮДС за подключение клиентов. Есть вот такая тарифная сетка. Я выставляю планы. Как я выставляю планы? У меня есть отдельный документ. И у меня есть база. Видите, цифры не такие большие. То есть если у меня продавец, не продавец, а магазин целиком, выполняет план на 100% и больше по подключению, а он у меня в баллах, я сейчас расскажу немножко подробнее, то он получает у меня каждый из сотрудников 6500 рублей. Если меньше 70% план выполняет, то получает ноль. Вы обратите внимание, как все просто. Вот если есть нормальная система, которая состоит из KPI, то включить расчет зарплаты продавцов нет ничего сложного. Вот представляете, у них есть план по подключению, и они еженедельно стараются его выполнить. Потому что у нас все считается еженедельно. Я могу их контролировать и корректировать. Вот это из мотивации. То есть постоянные игры, много внимания на UDS и, ну, вот, скажем, вот такая мотивация финансовая. Ну, и такие вещи есть. Вот, допустим, я когда была в Москве, мне компания UDS сделала классный подарок. Там были футболки, там полок, там маски были, кружки, аккумулятор классный. Я когда приехала в компанию, я нашла самых лучших своих сотрудников по UDS, и я им сказала, ребята, вас так круто поздравить, поставили на конференцию. Это только для вас я привезла. Сделала фотографии, опубликовала и разослала по магазинам эти подарки. Представляете, сколько внимания было в этот момент, и какая гордость бывала у сотрудников за такую классную работу. То есть вот это мы с вами, конечно, тоже не упускаем, вот эти постоянные моменты. Хорошо. Вот так выглядит финансовая мотивация. Смотрите, обязательно к финансовой мотивации есть контрольный лист, потому что если у этого документа нету, ну, как вы проверите, человек изучил его или нет, то есть контрольный лист, да, который человек заполняет, и я понимаю, что, ну, он его изучил, прошел, и у него, допустим, нет вопросов в этом отношении. Так, вот так, хорошо, про мотивацию рассказала. Так, если рассказала, напишите мне, что все хорошо. Я тогда посмотрю сейчас другие вопросы. Так, в ленте мотаю. Так, интернет-магазин сказала, который зарабатывает такие мотивации, сказала, про мотивацию сказала, через интернет-магазин есть возможность использовать баллы UDS. Да, можно. Я в нынешний интернет-магазин, который запустила на платформе Bittrex, у меня есть возможность работать с программой UDS и списывать баллы, потому что, ну, как, это же магазин сети, я не могу по-другому с ним работать. Сколько стоит такое внедрение? Вы имеете, Дэн спрашивает, которое было у меня, лучше спросить у Светланы Сковородко, ну, ее контакты есть, вы прям набиваете Светланы Сковородко в Инстаграме или где-то, и она вам полностью скажет. Смотрите, вот те инструменты, которые я заявляю сейчас, вот те, которые я рассказываю, показываю, я этим инструментом, ну, мы обучаем. Вот в Сочи летом была конференция ГИС Кэмп Эволюшн, и там я вместе с Светланой Сковородко меня пригласила в этот корпоративный университет, и я как живой практик применения программы, фишка в том, что я не желаю вам ее продать, потому что я не являюсь партнером, да, я просто делилась тем, как я внедряю различные инструменты, и в UDS, и в управлении, и такие кэмпы еще будут, я знаю, что их можно организовывать по регионам, поэтому, если есть желание, в Светлане есть контакты, мы можем приезжать и обучать этому, в этом вообще нет никакой проблемы. Так, сколько стоит, я ответила. Как устроена система KPI для сотрудников, какие метрики используете, и какую мотивацию получает сотрудник за выполнение? Я показала уже все, что получает именно KPI с точки зрения подключения. Метрики, смотрите, давайте я тогда сейчас покажу статистики, те, которые я использую. Идет с опозданием, запись вебинара будет, но я, во всяком случае, включила, но модератор говорит, будет. Очень крутой опыт, Оксана, спасибо. Курьба, молодец, так вовлекаете, заряжаете. Спасибо большое. Больше цифр, насколько вырос человек, какие плюсы бизнес получил. Алексей Сочин. Хорошо, показываю. Так, включаю еще раз демонстрацию экрана. Я сейчас вам покажу реальные статистики моего бизнеса розничного. Уго-сего. Так, скажите, пожалуйста, вы видите мой экран? Ага, все хорошо, видно. Вот такую программу мы используем у себя уже давно. Мы ее используем, наверное, ну, несколько лет, ну, лет пять, наверное, точно. Как раз-таки здесь видно вот структура нашего бизнеса. Видите, она состоит у нас из семи отделений. Вот я стою как руководитель сети. И вот у нас есть различные отделения, которые работают. И видите, вот есть статистики каждого отделения. Вот так я вижу каждый свой бизнес. То есть вот, я понимаю, что в нем происходит. Мне для того, чтобы понять, как идут дела в бизнесе, мне не надо быть в нем. Вот я, допустим, сейчас уезжала учиться, я очень много учусь в Краснодар и прожила там два месяца, одну неделю, да, пока вот проходило такое личное обучение. И при этом я постоянно была в курсе событий, что происходит. Если у вас таких штук нет или у ваших партнеров, то можно на это обратить внимание. Вот смотрите, вот блок у меня по UDS. Вот полностью. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот восемь ключевых статистик. Вот они. Что я наблюдаю? Я наблюдаю количество новых зарегистрированных пользователей. Я повторюсь, что в компании я заполняю статистики, все статистики заполняются один раз в неделю. Вот если нет какой-то недели, я плохо себя начинаю чувствовать, потому что я не понимаю, что происходит. Вот это, вот смотрите, есть такая кнопочка значения. Вот это сколько реально я подключаю людей каждую неделю к программе UDS новых. Видите, в среднем где-то тысяча-тысяча сто. Вот это вот пик продаж. Это был Новый год. В парфюмерии и косметике Новый год – это очень козырное время, когда это считается прям таким суперсезоном. Вот тогда мы подключали побольше. Если посмотреть по месяцам, вот видите мое внедрение UDS. Всю сеть, полностью всю сеть. Вот это у меня тестился один магазин. То есть мы изначально пробовали со Светланой один магазин прожить, а потом вот подключили мы всю сеть. И вот примерно в месяц я сейчас подключаю вот около пяти тысяч. Видите, где-то чуть больше, чем пять тысяч людей. Вот в январе я подключила пять тысяч триста тридцать пять людей. Вот сейчас там за две недели февраля – две тысячи восемьсот. Вот это то, что я наблюдаю здесь. Что я такого интересного наблюдаю? Я смотрю, сколько операций всего у меня происходит с помощью программы. Вот видите, тут у меня операции немножко падали. Потом был Новый год. Сейчас мы тут немножко вышли. Вот. И вот это у нас была сейчас… У нас такая есть сеть акция «Пятнашка». «Пятнадцатое число» у нас большой обвал цен по всем маркам. И по пятнадцатым числам тут, ну, всегда можно видеть вот эти всплески. Вот они идут. Вот это было вот у нас прошло на прошлой неделе, была вот такая классная акция. То есть я смотрю, сколько операций в динамику. Я смотрю, сколько оплачено баллами. Я прям смотрю, сколько денег я выдаю каждую неделю на оплату баллами. Это статистика перевернутая. Видите, снизу большое значение, а здесь маленькое. Вот в этом моменте, вот в этом я сделала сто процентов баллами оплата. Вот в сентябре. Видите, у меня резко все было 30-30, у меня рухнуло. Потом потихонечку мы стали выгребать, но не справились до конца. И где-то вот здесь мы перешли, вот здесь, на 50 процентов. Вот тут у меня был сбой с программой, мы случайно выдали баллов больше, чем надо людям. Вот и теперь сейчас. Видите, то есть баллов при таком накоплении, я не могу сказать, что я там на сеть 55 тысяч рублей, там 60-70 в неделю, я выдаю скидки баллами. Это нельзя сказать, что это много. Это абсолютно нормальный процент. Вот он, видите? То есть я могу сказать, что я скидками выдаю вот 2%, 1%. Выдаю от общего объема. Когда у меня была система скидок, у меня были карты 3, 5 и 7%. Я выдавала немножко побольше, потому что я живой отдавала живую скидку денежками. Теперь люди подкапливают кэшбэк. Видите, по-моему, классный показатель в 1%. У меня просто был сбой в программе UDS на этой неделе. Мы тут все ходили с большими глазами, потому что у нас люди не могли списывать баллы. Вот какой-то сбой произошел между UDS и нашей вот 1,8 мы используем. Вот что-то произошло, люди не могли списывать. Вот только сегодня мы это восстановили, но с другой стороны мы сохранили кучу маржи. Вот просто было много недовольных людей, что они не могут баллы списать. Но мы были счастливы от того, что мы вообще никаких скидок практически не выдали. Но это так, это был просто сбой. Я смотрю операции с отказом. Вот, помните, я говорила, когда у меня 2 человека из 10, ну это 20, но это 2 человека из 10 или 20 из 100, у меня отказываются работать с программой. Вот видите, такой операции с отказом, вот в названии на розовом фоне написано, много единичек, да, это такой наш корпоративный номер, на котором забивается отказ. Спасибо, Сергей. Вот, и я начинала, когда считать, у меня, видите, 3 человека, есть предыдущие периоды, видите, когда мы никак не могли, еще предыдущие периоды. Смотрите, когда у меня отказывалось 5 людей из 10, у меня отказывалось работать с программой. И каждую божью неделю мы что-то делали для того, чтобы люди все, ну, переставали отказываться, хотели работать с программой, мы рассказывали им о программе, мы ее в своих соцсетях применяли, использовали. Ну, то есть было огромное количество действий, но сегодня я вот горжусь вот этим показателем, прям вот вообще, что он у меня вот такой был классный по отказам. Не этим, вот этим горжусь. Вот последняя неделя, вот она. Хорошо, вот это отказы, которые я показала. Что еще интересного посмотреть? Вот эта статистика, всегда ее надо отслеживать, и я очень рекомендую ее внедренцам и у кого свой бизнес. Смотрите, вот красная линия, это сколько людей скачали у меня сразу на номер телефона. Вот сразу на номер телефона, видите, они прям взяли и себе установили. А вот желтенькая, это сколько людей начали копить на номер телефона. То есть кто-то скачал на телефон, как приложение установил, и я могу с ним вступать в коммуникацию, да, а кто-то просто начал копить на номер телефона. Это, конечно, прикольно, что он знает, что он копит, но я не могу с ним вступать в коммуникацию, мне это не очень нравится. И я постоянно это сопоставляю. И видите, что у меня произошло? У меня в какой-то момент, вот здесь, 2 декабря, эти линии пересеклись. Мы это называем в компании, они сделали хэ, видите? И у меня почему-то сейчас мои продавцы изменили какой-то стиль работы. Они почему-то стали лениться людям, говорить о том, что надо устанавливать сразу на телефон. Я, видя эти статистики, сразу же изменила систему выставления плана, потому что у меня за каждого вот такого покупателя, кто скачал на номер телефона, либо который, точнее, скачал установил приложение, либо копил на номер телефона, они имеют разное количество баллов для плана. И я сразу же увеличила ценность того, кто ставит на телефон. Поэтому на этой неделе я жду уже какие-то другие результаты. Но я, видите, имея статистику, я полностью могу этим управлять. Я цифровую рекомендации. Я сразу говорю, с рекомендациями плохо работаю, только вот учусь работать. Если посмотреть по месяцам, сколько мне в бизнес принесло рекомендации UDS. Вот, вот помесячно. Там 80 тысяч, 90, там 130 тысяч, в январе 70, пока в феврале вот так. Но в любом случае, в любой статистике есть тренд. Тренд – это общая направленность графика. Видите, она у меня растущая. То есть, как бы я плохо пока не работала с рекомендациями, они все равно имеют тенденцию роста. Меня это, конечно, радует. Но я постоянно смотрю, что я еще могу с этим делать. И тоже предпринимаю усилия в этом отношении. Хорошо. Что я еще смотрю? Сколько клиентов, постоянных зарегистрированных в UDS, каждую неделю делают покупки уникальных у меня в сети? Вот, видите? Вот на этой неделе 5 тысяч пользователей, 5 тысяч 800 были постоянные, которые купили в сети. У меня есть специальный человек, чья это зарплатная статистика. Вот от того, как срабатывает эта статистика, настолько зависит на него зарплата. То есть, он постоянно беспокоится и постоянно делает касания с базой по кушам, по хелперу. Я сейчас расскажу про хелперу, проведу вопрос. Для того, чтобы люди, ну, помнили, знали, хотели и работали с нами в этом направлении. Так, хорошо. Вот по статистикам я показала. Сейчас давайте я посмотрю. Тут, когда демонстрацию экрана включаешь, то сам вебинарный кабинет уже не сильно видишь. Давайте сейчас я посмотрю, показаю ленту еще раз. Так, мотивацию, понятно. Какие плюсы и минусы? Смотрите, насколько вырос средний чек при использовании UDS. Я так скажу, я не работаю с показателем средний чек в UDS. Для моего бизнеса это не подходит. По такой простой причине. Когда я делаю скидки, то я могу начислять баллы, точнее могу списывать, но не начисляю. И когда товар у меня покупается, который у меня идет на акциях, то у меня таким образом настроена программа, что человек в обычной программе покупает на 500 рублей, а в UDS видно, что он купил на 20 рублей. Это такая схема, чтобы я не могу с товара, который у меня идет в акциях, еще дополнительно начислять бонусы и баллы, понимаете? Для меня это нецелесообразно, поэтому я перестроила программу, и с этим показателем я не работаю. Но средний чек в сети у меня растет. Он у меня прям очень, ну, статистика очень хорошего роста. И по количеству в бизнесе вообще в рознице смотрят средний чек, штук товаров чеки и конверсия, три показателя эффективности. Вот эти три показателя у меня в сети, они имеют тенденцию роста. Так, какие плюсы бизнес получил? Смотрите, бизнес очень классно делает коммуникацию со своими покупателями. То есть у меня два раза в неделю уходит курс уведомления, у меня есть хелпер, и у меня есть программа работающая, с помощью которой я получаю оценки качества, с которыми я тоже очень хорошо работаю. Поэтому такие, если прям вот по-быстрому, то это экономия и очень, знаете, близкое плечо общения с покупателями, прям очень такое быстрое. И классный инструмент хелпер, сейчас тоже про него расскажу. Про мотивацию понятно, спасибо. Как работаете с теми сотрудниками, которые не выполняют инструкции по исключению работы с программой, сопротивляются? Ну, а какой им смысл сопротивляться, если они просто могут 6 тысяч зарплаты не получить? Ну, посопротивлялись они месяц-два, на третий они уходят, скорее всего. Я не уговариваю, я объясняю, вот как мы работаем в сети. Если сотрудник не хочет, ну, мы не его компания, вот, а он не наш сотрудник, не уговаривая, на уровне здравого смысла. Так, вы сказали, что стопроцентная скидка при использовании баллов привела к махинации. Да, смотрите, привела. Контролируются потоки? Да, контролируются потоки. Я ничего не могу сказать. Ну, вы их отловите, попробуйте при таком потоке. У нас сотрудники открывали себе несколько аккаунтов, аккаунтов знакомых, друзей, и друг на друга платили. То есть, вот так, девушка в магазине всех родственников активировала и на каждого делала покупки и списывала, представляете? И у нас продавали, допустим, в одном городе, а баллы все списывались в другом городе. И чтобы эту цепочку поймать, мы лезли в контакт, мы находили всю эту цепочку друзей, знакомых, мы им звонили. И в какой-то момент, когда мы пару цепочек таких закрыли, я приняла решение, что я больше в это не играю. Потому что, ну, прям вот, ну, поток махинаций, и я просто не была способна тратить столько времени, чтобы с этим справиться. Поэтому, да, подозрительная активность, она выскакивает постоянно, но это тяжело просто мне, ну, просто тяжело мне было контролировать. Приветственные баллы, как вы рассчитывали? Слушайте, все, как сказала Света Сковородка, она мне сказала, в вашем бизнесе, по-моему, 10% от среднего чека. Мой чек примерно 500 рублей, поэтому 50 рублей мои приветственные баллы. Вот она мне сказала, я так сделала и пока ни разу их не меняла. Единственное, я изначально запустила 50 баллов по рекомендации, по эффективной, но убрала их на 20 рублей. То есть у меня 20 рублей эффективная рекомендация и 50 рублей приветственные баллы. Так, видим, класс. Хелпер вы используете? Используем. Очень нравится, очень рекомендую. Каждый хелпер я просчитываю по эффективности. То есть сколько вы баллов раздали, сколько привлекли, сколько маржи получили. Из маржи вычитаю баллы и смотрю эффективность. Хелпер – классный инструмент. Я прям очень рекомендую с ним работать. Это же, по сути, единственный таргет, который можно использовать в UDAC. Это хелпер. Я других… Не, можно, конечно, там Татьяна выбирать, там где-нибудь Татьяна. Вот мне Светлана Сковородка подсказала. Там еще какие-то вещи. Но именно такой умный, хороший вот таргет – это хелпер. Он очень недорого стоит в аренду в месяц. И его надо просто осваивать и прям вот ввести. Так, это я ответила. Мария Радовка, я вывижу столько оцифрованный бизнес. Спасибо большое. Мы вообще сами в шоке. Это работает. Вы цифруйте все, что вы хотите. Как вы это считаете? Что, как считаю? Вы подробно немножко спросите, непонятно. Все данные берут с программы, либо с 1С, либо с UDS. У меня все интегрировано. Я постоянно получаю данные. Вы используете только один KPI – подключение сотрудников в UDS? Есть еще KPI по среднему чеку в количестве проблемных операций? Нет, я только один использую. Смотрите, я с UDS работаю только год. Я большое количество инструментов использую. Я их адаптировала. Но я не все пока применяю. Вот то, что смогла взять, переварить, делаю все остальное, пока у меня еще стоит на стадии. Но в основном от магазинов я хочу две вещи от сотрудников. Это классные подключения, чтобы каждый был у меня при покупке проведен либо на аккаунт свой, либо накоплены баллы, либо четко был проставлен отказ. У меня нельзя совершить покупку, если ты не выбрал покупателя, то есть чек физически не пройдет в программе, если ты что-то одно из трех не выбрал. Поэтому больше пока ничего не делаю. Средний чек проговорил, что в принципе не работаю. Скорее всего в компании есть пост, который собирает и заносит данные. Нет, смотрите, у меня немножко не так построено. У меня есть вот пост, да, на него ставится человек. К этому посту привязаны статистики, набор статистик. И этот человек раз в неделю заполняет только свои статистики. И они все собираются в одну общую базу. То есть я когда прихожу, ну, хочу поработать, составить план для компаний на будущую неделю, например, я и мои ключевые замы, либо сотрудники, у меня две компании по одной из двух, то просто я открываю в 11 утра в четверг, и у меня все уже внесено, понимаете? Это правило компании, что до 11 ты обязан внести свои статистики. Ну, как бы, это нельзя не выполнять, это просто должно быть сделано. Потому что по-другому я это называю ложные доклады, да, когда человек не хочет заполнить статистику, когда он не знает, как это сделать. А если он не знает, как это сделать, то как он работал с этим, значит, он и не работал. Или он не хочет ее заполнять. Если не хочет, значит, что-то скрывает. Вот, я, кстати, в это не играю, должно быть все заполнено. Поэтому каждый замыслит свои. Скорее всего, он не один, а большинство сами, да, все правильно, нет, да, так и есть. Что такое хелпер? Хелпер – это помощник. Это такой инструмент, с помощью которого вы можете отбирать свою базу, ее каким-то образом ранжировать для того, чтобы отсылать адресные сообщения человеку. И вы можете отправлять ему баллы, допустим, на какой-то праздник и говорить, баллы будут действовать в три дня, приходите. Если он за три дня не пришел, баллы сгорают. То есть это безопасный способ делать хорошие касания. Контакты по хелперу, ну, я думаю, что они вот у модераторов, они полностью есть. Там есть человек, который это изобрел, и он очень крутой. Так, дальше Дэн спрашивает сертификаты, используйте кросс-маркетинг с другими компаниями. Ну, слушайте, использую уже три раза. Вот все неудачно. Вообще все неудачно разы. Никак не могу научиться с этим кроссами и сертификатами. Но я веду, знаете, такой архив кроссов, такое кладбище кроссов. Вот, понимаете, когда я запускаю, там что-то делаю, потом я получаю мнение эксперта. Я сейчас в качестве эксперта выбрала СССР. Я говорю ей, вот у меня вот такой кросс, вот такие результаты. Она говорит, попробуйте еще вот это, вот это, вот это. Я делаю следующий кросс, уже используя эти доработки, что-то получаю, отправляю ей результат и говорю, ну, что здесь не так. Вот в последнем кроссе мы с магазином, здесь у нас сеть магазинов «Рыбак и рыбачок» Елена Исаева, она тоже работает с UDS в Калининграде. Мы прокросились, выдача вот этих сертификатов. Просто вот тупо вот выдача вообще всем, кто хочет. У них шесть человек воспользовались, с учетом, что мы выдали 9300 сертификатов в их сеть вообще. У них воспользовалось шесть человек, из которых три новых. Просто вот так, да, вот такой кросс. Они выдали в нашу сторону что-то там 800 сертификатов, и у нас ни один не воспользовался. Но это мы еще будем полностью корректировать и работать с этим показателем. Поэтому вот так. Не езжай? Ты сейчас админи? Нет. Так, Денис спрашивает, сертификаты используйте кросс-маркетинг с другими компаниями, сказала. Любовь спрашивает, чем лучше, собственно. Ну, смотрите, Денис, я ищу сертификаты. Денис спрашивает, Игорь, вы пока попробуете. Нет, нет, нет. Все, я понял. Да. Вы мне это разрядили. Да. Вот. Но я буду пробовать кросс. Я знаю, что он у кого-то работает, я его дотачу. Просто это вопрос времени. Я умею долго оттачивать инструменты, просто вот пошагово это делать, и в какой-то момент у меня будет классный рецепт вот этого кросса. У меня, знаете, какая проблема? Мне не с кем кросситься. Вот в Калининград есть несколько компаний, да? Ну, не маленькие такие. И, ну, вот этот кросс, я бы хотела с кем-то крупным перекроситься, но мне просто вот пока вот не с кем. Так, чем лучше собственной бонусной программы? Много всего предусмотрено, Любовь. Не надо дорабатывать, не надо в доработке вкладывать денег. Вот не надо нести ответственность за то, что в ней происходит. Можно быть просто ее пользователем. От своей бонусной программы вы не отпишетесь, а с UDS я могу соскочить в любой момент, понимаете? Тем более у меня собственная программа написана, она у меня есть, она у меня, ну, реализована, я могу просто брать и работать, и она неплохая. Ну, почему-то мне вот UDS в этом отношении ближе, например. Хорошо, смотрите, вопросы закончились. Я вам сейчас покажу что-то, что я не показала. Вы это, наверное, как-то не запросили. Из того, что я приготовила показать еще вам из документов. Так, сейчас буквально тогда последнее. Хотя, может, вы не просили, может быть, и не надо. Так, ну, смотрите, как я, допустим, для... Как я пишу правила, да, как выглядят правила по UDS, например. Вот, когда я выставляю магазинам планы по выручке, да, то вот я прям пишу, как выставляются планы по магазинам уникальным. То есть, кого из клиентов я считаю уникальным, кого я считаю не уникальным. Видите, даже мордочки, вот полное описание. Как я выставляю планы по магазинам по подключению, как я их рассчитываю. Вот 10 баллов я даю за клиента, который сразу установил, скачал программу. Два балла, которому начислили балл по номеру телефона. Видите, вот пример. Я показываю людям, как выполнить план. То есть, этот документ, он уходит в магазины, и продавцы понимают, как считается. Это элемент оргполитики в моей компании. Не знаю, вот, допустим, правила по проведению опросов покупателей, да. Тут тоже он идет с помощью UDS частично. Ну, то есть, я просто хочу вам показать, что правила выглядят вот так. Так, есть еще другой вариант правил, как инструктивные письма, например. Ну, это такие более, такие глобальные правила. Вот, допустим, когда я внедрила UDS, первое, что я сделала, сейчас я немножечко, чтобы так видеть. Видите, инструктивное письмо для всех сотрудников сети, где я обучаю, как легко подключать клиентов, как их легко информировать, да. Результат письма, когда они его изучат, это большое количество клиентов, которые присоединились к программе, да, и работают с ней, создают эффект трофанного радио. То есть, у меня здесь полностью скрипты для моей сети, идеальные фразы. Мы, кстати, выверили фразы, которые, ну, лучше всего подключают людей. И когда люди что-то отвечают, там нет времени. Там, что мы рекомендуем говорить нашим сотрудникам. Есть у него кнопочный телефон, например. Если установлю приложение дома, не разбираюсь в телефоне. То есть, тут отдельно скрипты по рекомендациям. То есть, как они работают в сети. И вот это, смотрите, очень важно. Вот эти выгоды для клиента. Я собрала все выгоды, почему клиенту использовать UDS классно. Ну, и нужно бы, например. И вот постоянно я своим сотрудникам говорю, вот если я вижу, допустим, человека, прохожу мимо магазина или я участвую в проверке стандартов, я говорю, а теперь назовите мне там 7 основных причин, почему клиенту это интересно. И вот они не 7 называют. То есть, они вышкалены. Они клиенту могут донести, почему классно скачивать UDS сразу к себе на телефон. Вот. Вот такие есть документы. Они по контрольному листу тоже проверяются. Ну, и смотрите, как я внедряла программу. Я не то, чтобы села такая, хова, и внедрила программу UDS. Я, конечно, включила мозг сначала и составила программу, видите, прям программу. Вот я ее составляла там 19 апреля 2019 года. Вот прям шаги, видите, как я выбирала UDS. Вот с представителем программы я общалась, с Оксаной Ефремовой. Я получала... Я организовывала себе понимание, видите, как работать. Я смотрела кейсы UDS компании. Я посещала компании, которые используют программу UDS. То есть, я... Вот тут я нашла уточнить, если ты используешь программу, то как она вяжется интеграцией. Я уточняла, чья это шляпа. Шляпа у нас называется описание должности. Какие статистики должны быть. То есть, ну, полностью вот я составляла себе план. У меня план внедрения лично мой составлял 25 шагов, чтобы внедрить UDS. Вот я полностью его реализовала. Но изначально я его составляла, например. Так. Вот так. Сейчас давайте посмотрим. Так, сертификаты сказала, бонусные сказала. Юля, спасибо большое. Понятно, полезно, благодарю. Спасибо, Митя. Какая на сегодняшний день актуальная задача в вашем бизнесе, которой вы сейчас занимаетесь? Смотрите, самая актуальная задача для меня – это интернет-магазин. Его запустить в работу, потому что, ну, мне просто надо. У меня не очень пока выходит. Но в целом продажи есть. Но надо его прямо. Мы буквально несколько дней запустили. И вторая – пандемия существует, ее никто не отменял. Пока карантин этот не сняли до конца. Единственная статистика, которая у меня немножко валится в сети – это необходимость. Вот прям, ну, за счет того, что классный средний чат-конверсия, я в целом по доходу расту. Поэтому я решаю вот этот вопрос сейчас. Если касается UDS, я решаю вопрос работы с блогерами, пока никак не настрою его до конца, и решаю вопрос сертификатов. Вот этот кросс-сертификат, он мне прям любопытен этот вопрос. Это если вы с помощью UDS. Так, рейтинги, отзывы, как работаете, интегрируйте с другими мессенджерами. Нет, ничего не интегрирую. Получаю. У меня очень хорошее. Вот у меня за год работы, мое качество работы 4,8. Ну, это прям, ну, я считаю, что это хорошие отзывы. Любой негативный отзыв, который мы получаем, мы сразу с ним работаем. Вот. Вот так. Ну, конечно, мы собираем отзывы с других источников, но UDS – один из ключевых. Да, продавцы реально понимают все правила расчета. Конечно, понимают. Любой фучок. Они мне контрольные листы пишут и защищают. И мои продавцы… У меня вообще позиция как руководителя, если человек не может сам себе рассчитать зарплату, ну, это вот хреновая зарплата, понимаете, я… Пардон за мой французский. Продавец, вот ты подходишь к нему и говоришь, какая у тебя план на день, если он может тебе сказать, то ты понимаешь, что он с ним работает. И как ты рассчитываешь себе зарплату? Он четко тебе говорит формулу расчета. Если это происходит, тогда это действительно продавец, а не кто-то другой за прилавком. Поэтому, конечно, они понимают. Это вот любой, каждый, это вообще безусловно. Используйте брендирование. Татьяна, не очень понимаю вопрос, что имеете в виду. Вы тогда уточните. Очень круто, спасибо, круто, круто, спасибо. Идеальный руководитель, большое спасибо. Большое спасибо. Спасибо за работу, спасибо. Продвинутый, спасибо, спасибо. Круто. Большое спасибо вам за подтверждение. Я была рада поделиться нашими успехами. Классные вопросы вы задали. Я знаю, что это будет все в записи. Так что вы еще сможете посмотреть. Если желаете пригласить, пожалуйста, с обучением, мы готовы приехать. В этом нет никакой сложности. Все вопросы можно в составе на сковородках. Я рада, что было ценно-полезно. Я тогда заканчиваю. И всем большое спасибо. До свидания. Продолжение следует...